дайте я на секундочку тему сменю я даже не знаю меня просто распирает тут сижу изучая древние карты хотел попробовать в эфире сделать но сейчас не буду ролик все-таки австралии не существует причем серьезные мне просто ролик и сразу они звонят и было услышала что я заговорил и сразу начинает звонить вдохновил ролик юрий тимовского свое время я его скорее всего вдохновил в эфирах когда рассказывал что австралия удивительная страна так вот в двух словах каких еще я в своих исследованиях нашел я искал что австралии нету но и действительно нету в том плане в котором она существует давайте посмотрим на сам континент как он выглядит напоминает он одну интересную особенность это две головы давайте посмотрим вот на такое изображение на котором если мы увидим все четко и ясно если посмотрим правильно это голова собаки и голова кошки согласитесь достаточно странно что австралии нету но и действительно нету в том плане в котором она существует того острова что нам нарисовали его нету это продолжение антарктиды причем кстати я нашел карты я уже говорил в одном ролике что на антарктиды и сейчас живут диковинные животные на некоторых древних картах эти животные остались ну давайте я сейчас одну карту покажу так я другое нашел я пришел к выводу что и тихого океана в том понимающем смысле не существует а именно россия плавно переходит в аляску вот у меня есть тут карты кто-то скажет но это бред но пока нету подтверждение из космоса пока то что аляска и россия это одно целое просто по находился с древней карты без всяких пролива в беринге вы все без всяких перешейков а вот именно одно целое давайте вам сейчас одну карту все таки для для визуального понимания покажу значит смотрите я начал изучать причем на многих картах никогда на старых картах никогда не показано очертания материков так видно в демонстрации видно видно отлично видно видно всем а так это я пишу на всякий случай вдруг мне вот это обленился ролики вот это как ну не обленился просто что 24 часа тут и еще как бы это странно не звучало если я умудряюсь еще образовываться за кадром то есть для кого-то может сложиться впечатление что я в игрушке бацаю на самом деле я за кадром это постоянно провожу исследования так вот обратите внимание смотрим справа почему-то на этой карте материк заканчивается смотрим слева почему-то это материк моем понимании сейчас я звук на других колонках выключу требует логического продолжения что видите вот он уходит вправо и как бы продолжает я решил просто с помощью фотомонтажа попробовать сделать свою карту сейчас я вам ее покажу вот это чтобы общий смысл понятия сделал понятно это я на скорую руку слепил но я просто хочу вам донести общий смысл что хочу показать что вот этого что нам нарисовали на карте тихого океана его не существует то есть россия плавно переходит в канаду да и есть еще даже древняя карта я вообще с ее покажу там правда а вот кстати тоже россия плавно переходит в канаду обратите внимание а вот эта карта у меня вообще ну кстати вот здесь тоже кстати они даже это стилизация сейчас сейчас найду какая-то тут меня вообще карта поразила сейчас три секунды вот многие видели карту и гиперборею такую но мы их уже к ней привыкли но мало кто видел карту гиперборею такую и посмотрите на эту карту так как это уже наводил после ядерной войны то обратите внимание здесь тихий океан значительно меньше а вообще даже и этого перешейка по сути дела не существует видно вот что вот здесь допустим слева азия да справа америка а здесь изображен очень тонкий перешейк какой там тихий океан рисует просто от америки до до азии нереально вот водная гладь получается что чукчи они все время между между вернее не между а шарится по этой территории и для них она как бы не особо заморочек нету но я уверен что многие не видели этой карты гипербореи меня уже начинать так да 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 я слушаю я первый раз вижу меня начинает терзать уже смутные сомнения что и гиперборея существует и кстати он дерево которое срубили остался остров или как он она в центре это вообще уникальная карта для меня хоть это и новодел но вы понимаете как они вначале одну карту при это перерисовали это подкорректировали потом другую карту следом рисуют корректируют так что еще я хотел показать ну по поводу австралии действительно на древних карт ни на одной не вы не найдете вот допустим на этой карте вы не найдете австралии и нету ее просто не существует посмотрите внимательно вам показываю австралия скорее всего это вот здесь пятачок куда приезжают люди кстати вот диковинные животные которые в антарктиде и сейчас живут носороги кенгуру какие-то козлики единороги я вам про них рассказал слоны-нятки какие-то необычные а посмотри пожалуйста на горы или это пирамиды пирамиды и пирамиды пирамиды жирафы в антарктиде живут обезьяны вон я же говорил что там как в тропиках но меня правда не всегда слышат как говорят во многом мы с вячеславом согласны но иногда он просто безумные вещи озвучит так это не безумие дело в том что это это истинное положение вещей вот сейчас еще какая-то карта мне на глаза попалась а вот уникальная карта обратите слева почему-то они не дорисовывают в общепринятом плане континент видите шаре его не дорисовали потому что этот континент плавно переходит в азию хотел полноценный ролик писать и здесь специально замазали вот этим куском чтобы не показать что канада и россия это один целый материк а знаешь какое было объяснение я помню по истории мы учили и будто бы еще не были открыты эти земли и не знали что это там находится и так вот оставили я помню вот эти карты мы учили по истории в школе и у меня как голове это осталось даже после моего даже не делая мой монтаж мы видим на вот этой карте четко логическое продолжение вот этого цельного материка вот почему же его обрезали да потому что вот он продолжается слева канада и россия это цельный материк уже потом перерисовывали я понимаю что это звучит фантастически сейчас я карту которая стилизацию сам сделал ну вот это чтобы но это чтобы мозг легче воспринимал как как выглядит ну естественно это все круги сверху то есть надо тут сразу голову крутить 3d модели составлять настолько и в океане я смотрю когда я вот так вот сам скрестил самостоятельно острова многие скрестились вот даже по береговая линия у них скрестилась оказывается когда я просто поменял местами картинки картинку поставил слева направо справа налево и тут же опять австралии нету австралии вообще нету есть кусок антарктиды полуостров назовем его условно аппендикс вот давайте вот я вот на этой карте не знаю мне просто вот он вот он этот аппендикс от антарктиды отходит справа я показываю к сожалению я не смог найти более качественный рисунок от этой карты ну вот это грубо говоря вот справа увидите австралию и как уже говорилось не вглубь континента нельзя в австралию зайти а полностью ну назовем забор идет от сих до сих и уже на антарктиду никто не может попасть вот тут я провожу не знаю в экране видно белая такая это мышка моя это гуляет ну смысле от мышки курсор вот сейчас даже давайте попробую потому что образное мышление образным мышлением а когда наглядненько она все наглядненько вот вот забор а вот вам вот это австралия эти заборы позиционируются как защита от собак диких собак динго и что самое интересное и смешное на мой взгляд защита от кроликов то есть там есть такие заборы в некоторых местах они под током и это отчетливо видно потому что там стоят солнечные батареи они самообеспечиваемые и то есть там стоят генераторы аккумуляторы и когда солнца нет особенно ночью да они уже работают на основе накопленной за день солнечной энергии и множество животных к сожалению погибает пытаясь пересечь этот забор но как нам говорят вы представляете то есть там располодились кролики сейчас они насчитывают десятки а то и сотни миллионов особей и люди защищаются от них сравнительно невысокими заборами но дело в том что кролики могут спокойно рыть норы и пролазить под этими заборами это достаточно глупое объяснение что людей защищают заборами от кроликов поэтому эти заборы очень странные они опутывают весь континент и только на побережьях люди могут свободно находиться поэтому в глубь острова никто не ходит там везде таблички что там дикие собаки динго страшные ядовитые насекомые кролики а спасайтесь кто может это же кролики поэтому настолько глупо что вот эти вот заборы защищают людей от кроликов поэтому мне все таки сдается что там скрывается нечто другое потому что образное мышление образным мышлением а когда наглядненько оно все наглядненько вот вот забор а вот вам вот это австралия не знаю этот ролик наверное сейчас срочно заливать это как-то перемонтировать мне его я хотел более качественнее подготовиться но я настолько ахнул кстати вот обратите внимание на этой карте тоже подтверждение что россия плавно перетекает в канаду вот на этой карте это видно я там мучился рисовала не рисовал а комбинировал а здесь получается что эта карта и без меня уже показывает что это один цельный континент так самое главное что меня провернуть никто не сможет снимков с космоса нету МКС нету никто не может показать настоящую землю и получается что Вячеслав Котляров опять сделал сенсационное открытие отменил существование Австралии и соединил Канаду с Россией намертво и сенсационное открытие и сенсационное открытие и сенсационное открытие